Когда Джо Байден был кандидатом в президенты США, он обещал, что будет решать внешнеполитические вопросы дипломатическим путем. Через два месяца после инаугурации, Байден показал, какой он джентльмен, то есть человек слова. В недавнем интервью он оскорбил главу другого государства, в данном случае российского лидера Владимира Путина, назвав его бездушным и убийцей, пишет турецкая газета САБА. На самом деле хозяин Белого дома показал ярко выраженную нервную реакцию человека, оказавшегося в весьма затруднительном положении. Из аргументов Байден привел неоднократное вмешательство Путина в американские выборы. Особенно болезненным для семьи Байденов было распространение информации, что они замешаны в коррупции на Украине. Но это личное, главное в другом. В Вашингтоне Путина называют ахиллесовой пятой США, ведь он положил конец американской гегемонии на планете. В таком случае Байден прав, Путин убийца, хотя и не в прямом смысле слова. Он убийца США, как единственной сверхдержавы и бенефициара однополярного мира, уверена турецкая пресса. Путин фактически отомстил за развал СССР, который считает крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Причем хозяин Кремля бросил вызов США еще в 2007 году в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Затем были Грузия, Украина и Сирия. Осуществляя свою миссию, он заручился поддержкой Турции и Китая. Так мир стал многополярным. Сейчас Москва угрожает индо-тихоокеанской стратегии Вашингтона. Россия не позволила США сколотить азиатскую НАТО, ведь Индия не решилась на вступление в антикитайский блок с Австралией и Японией. Таким образом, США терпят одно геополитическое поражение за другим в разных уголках планеты. ВМФ, РФ проходят перевооружение на ракеты «Калибр» и расширяют сеть баз, а ВМС США теряют былую свободу действий в морях и океанах. Россияне активно продвигают свои системы ПВО и атомную энергетику, расширяя список своих союзников. С каждым годом возрастает деятельность РФ в Африке и Латинской Америке. Против всего этого у США остались только демократия и права человека. Оскорбив Путина, Байден признал, что Вашингтон проиграл Москве, подытожило СМИ из Турции.